Миша, ну все, прекращаем. Это когда Миша куда-то идет. Мы просто прям так собрались с сумками, с какими-то приборами. Много всего взяли. У Миша, да ты не знаешь, как там жарко. Сейчас мы, может, передумаем. Подожди. Дведь едет кататься на машине. У него такой ажиотаж, вообще. Довольный. Гогольком скачет. Ну что, на какой поедем? На этой? А может быть на той? На какой? Ультимашина заглядывает. Друзья, сегодня поговорим на такую тему. Очень часто мне прилетает хейт по поводу того, что самоеда нужно заводить, исключительно живя в частном доме. Вот мой канал, он о жизни самоеда в квартире. И, конечно, многих правильных заводчиков-самоедов, ну в кавычках, бомбит по этому поводу. По их мнению, самоед должен жить приближенно к своим родным условиям. На севере ездить в упряжки обязательно, жить в частном доме или в юрте, спать на снегу. А то, как живут наши с вами самоеды в квартирах, это вообще в корне неправильно и отделяет породу от ее происхождения. Сегодня мы опять переехали в тот же парк, в котором были в прошлый раз, не стали ничего выдумывать. Он рядом с домом практически, парк Северная Тушина. Здесь красота. У меня вопрос к некоторым людям, которые родились на севере, например, а потом переехали на Бали и работают себе удаленно и сказочно там живут. Вот чего это они не устроились на какую-нибудь бурильню или лесником куда-нибудь, чтобы быть ближе к родным условиям? Почему нет? Почему надо было на Бали именно за хорошей жизнью ехать? Типа у самоеда шуба, ему жарко, ему нужно так жить приближенно к родным условиям. А вы вообще слышали, что такое теплообмен у самоеда, вообще о понятии теплообмен? Да самоед, как и человек, прекрасно приспосабливается к температурному режиму и условиям, в которых находится. Самоед может не заниматься упряжками, а находить смыслы в чем-то другом, в интересном досуге с хозяином, в посещении новых мест, в длительных прогулках. И его никто не заставляет тянуть сани, работать на износ. Да так тоже можно, представляете? Самоед не станет менее счастливым, если вы не будете этим заниматься. Самоед это прежде всего компаньон. Он должен быть в стае, делать какое-то общее дело вместе с вами. И если вы замените упряжки на что-то другое, то, что приемлемо для вашей семьи, для ваших условий, это тоже будет хорошо и для вас, и для вашей собаки. Короче, я пошла в туалет, а там не закрывается дверь. И зашел какой-то мужик. Нет, что бы сказать Сереже. Сереж, тут дверь не закрывается, посмотри, рядом. А Серега просто, он вообще ему пофиг, он там где-то стоит с медведем. Что же на этом туалете? Я думала, он рядом постоит, проконтролирует это. Нет, человек не догадался. Что-то хоть мужик просто. И вы бы видели его выражение лица, видели бы мое выражение лица, когда я сижу на толчке. Вот, и это. И у меня еще вот эта сумка висела на ручке двери. И когда он открыл дверь, она переетовалась, и он ее еще поправил. У меня... Какое позорище вообще. Почему это со мной происходит? Ну надо же, а? Вот для чего мы заводим собаку. Для того, чтобы у нас была компания, наверное, в первую очередь. Чтобы нас кто-то радовал, для обмена энергии с другим существом. Раньше самоед, да, была ездовая собака. Он обогревал своим теплом. Вместе с ним охотились. Собаку заводили, потому что она просто была необходима в быту. Сейчас же мы это делаем для удовольствия. Мы не эксплуатируем свое животное. Мы просто его любим. Позволяем ему находиться, быть в моменте. Просто быть здесь и сейчас. Присутствовать, так скажем. А не для того, чтобы работать. Для того, чтобы просто быть, радоваться жизни и так далее. Одну собаку попоел, но вторая сама попил. Юмор за 330. По сути, цель у нас сделать жизнь собаки счастливой, чтобы она просто ее прожила. Да нет никакой разницы, где это будет происходить. В квартире или в доме. Я, если честно, жила бы в доме с собакой, я бы все равно не выпускала ее одну на улицу. Ну, я бы хотела, наверное, чтобы собака была все время со мной. Я бы брала ее, ходила бы с ней на дальние расстояния. Она бы всегда была в доме. Не в каком-то вольере. Ни в коем случае. Миша вон с Сережей, когда ездит на дачу, она от Сережи не отходит ни на секунду. Ну, полежит она там во дворе, побалдеет. Ну, зачем ей это, да? Просто непонятно. Ей это, в принципе, не приносит особого такого кайфа. Может, потому что она уже привыкла жить в квартире, привыкла к определенным условиям. Ну, просто посидеть вдаль или полежать на травке, она также может это сделать на прогулке. А дома она лежит на своей лежаночке удобной, или на кроватке, или на прохладной плитке. И вот тут уже, понимаете, свои кайфы. Другой момент. Если вы хотите сделать питомник, например, самоедов, тогда, наверное, для этого нужно действительно дом, вольеры, возможно. А если вы хотите для любви взять собаку, как большинство из нас, да, одну или даже две, то они легко могут жить, и даже в очень маленькой квартире. Важно-то не где, а с кем. И если вы понимаете, что собака – это ответственность, о ней нужно заботиться, кормить ее, содержать, ухаживать, гулять. Не бросать ее одну надолго, потому что самоед – это все-таки компаньон. И так далее. Заводите их хоть в квартире, хоть в комнате. Собака будет счастлива там, где вы. А вы сделаете ее жизнь легче, правильнее и так далее. Вот люди, которые мне это пишут, мне кажется, они просто ограничены своими поселениями. Вы вообще посмотрите на мой малюсенький район. Малюсюсенький просто. И здесь живет 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. Вы знаете, сколько таких районов в моем городе? И эти люди выбрали для себя такой стиль жизни, вот городской стиль. Многие из нас легко могут себе позволить жить в доме, потому что наша квартира стоит в два раза дороже, чем ваш дом. Ну, у некоторых и в 10 раз дороже. Просто здесь работа, возможности. И многие прекрасно сочетают такой стиль жизни с владением самоедов и вообще других домашних животных. Счастливых, красивых, холеных, ухоженных, накормленных, выгуленных самоедов. Так что полный бред говорить, что самоеда можно заводить только тогда, когда у тебя есть свой дом. Самоеда нужно заводить, когда ты осознал всю ответственность и принял, что это очень важное решение. Ты готов к уходу и так далее. Готов впустить в свою жизнь прекрасное существо, и безвозмездно ему дарить любовь, уход и так далее. Так что не слушайте эти узколобые умозаключения. И если вы хотите завести самоеда и вы живете в квартире, заводите. Если вы вообще приняли всю ответственность, которая на вас ляжет, то все у вас будет хорошо. Я в этом абсолютно уверена. Ну вот и будет пирог сейчас со сливами. Чего это тут сладенькая попка спит? Твоя, да? Твоя попка спит сладенькая. Мы сейчас пирожочек сделаем. Для Сережки. Я на самом деле так люблю печь. Вот сама не ем. Уже достаточно давно. Я на этой безглютеновой диете. Здоровье, так сказать, не позволяет ничего такого съесть. Того, что хочется. Особенно пирогов всяких разных. Но не могу себе отказать в удовольствии приготовить. Мои только счастливые. Мама и Сережа, они любители лучного лова. Вот. И очень рады, что я иногда. Меня пробивает. Пробивает меня часто. Поэтому, скорее всего, скоро все будут очень толстенькие. Вот. Ну вот, люблю я это дело. Кулинарить. Или напечь что-нибудь. У меня бабушка очень вкусно пекала пироги. Я помню, в детстве приезжаешь к бабушке и утром в 5 утра она будет. Маша, вставай там оладушки. Идешь опять оладушки кушать с утра пораньше. Родители весь год на балет водят. Худеют, худеют меня. Я приезжала к бабушке и объедалась. Ну и присыпаем сахарком. Ярки я укладываю кверху, чтобы они не протекли вниз. В принципе, это всегда работает. Вот. Сильно можно не посыпать, потому что, в принципе, слива сладкая, она не кислая, потому что сейчас сезон, они уже успели поспеть. А тесто на такой пирог обычное, с доба. На молоке, на сливочном масле, с дрожжами. И тесто я не забиваю. Оно у меня такое влажное. Я его вот так вот расправлю, сейчас накрою и буду распределять. Потом дырочки делать. Вообще, хорошо бы вот так вот запускать косичку, чтобы у него было такое более презентативное видение. Но поскольку я тесто не забиваю мукой, оно получается такой нежный-нежный, прямоткус совершенно тает во рту. Если больше подзабить мукой, у него косичка будет хорошо получаться. А так вот она липнет к рукам. И такой может быть бортик. Тут муж уже пробует, пробу снимает с пирога. Хороший? Не, невкусный. Невкусный? Почему невкусный? Я рекомендую. Такое сдобненькое, да, тесто? В общем, вот такой вот пирожок получился. Уже его растерзали, мама и Сережа. Затем отдать еще или нет? Или ты уже арбуз будешь, а пирог не будешь? Я думаю, не влезет. Да, сейчас, подожди. Давай, как вчера. Вчера мы с ней кушали персичек, причем она его кушает только без, только без шкурочки. Да, вот так вот вкусненько, чтобы было собачке. Вот такая вкусненькая персички какие. Хруктовая, овощная, девица, красавица и умница. Зачем я буду что-то там вжевать, если мне все отломят и положат в ротик? Зачем самому кушать, да? Когда есть хозяева, которые все прекрасно справляются со своими обязанностями. Аккуратненько. Давай. Огня. И вот этот еще. Вот вкуснятина. Ну все, с пола не ешь. Здесь мы вытрем, полы помоем и будет у нас чистенько. Не надо, Миша, не надо. Ай, для него бок больно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...